Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать книгу Николая Николаевича Неплюева «Беседа о братстве. Путь веры». Известного христианского деятеля, жившего на рубеже 19-20 веков. Второе. Моё понимание христианской этики. «Милости хочу, а не жертвы» – Матфея 9, глава 13 стих. «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною» – Матфея 16, глава 24 стих. Вся христианская этика кратко сформулирована Христом Спасителем в словах. «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною» – в этих словах полнота откровения о взаимных отношениях между Богом и творением Его, о том, что быть должно по правде Божией, о том, что нравственно и что безнравственно, ныне и присно и во веки веков, а следовательно и здесь в применении к земной жизни нашей, что мы и что Господь наш Иисус Христос, Он – единородный Сын Бога Живого, единого истинного Бога Любви. Я и Отец едино есть мы. Бог Живой – единая, вечная реальность, правда Его – единая вечная правда, то, что всегда будет реальной истиной, правда Его век. Мы – блудные сыны, ушедшие из дома Отца Небесного, от того, что вечно быть должно, от единомышления с высшим разумом и единодушия с высшей любовью на свободу от Бога, к тому, что Он временно попускает как опыт жизни на свободе от Него, от того, что вечная разумная гармония святого единства, к тому, что временный беспорядок самодурства, от вердыни сего на Небесного, где живые камни крепко сполочены цементом любви, туда, где бесформенный хаос крамольной пыли мира, негодный для созидания, пока мы не раскаемся и не станем алчищими и жаждущими правды Божьей, того цемента благодати и любви, который может опять сделать нас причастниками единства Духовного Храма Божьего. Одним словом, Бог живой и Христос Его вечно реальный, мы – приходящие призраки. Царствие Божие – единая вечная реальность, мир сей – приходящий призрак земного бытия. Правда Божия – единая, вечно разумная, наше же самоопределение, настолько оно не совпадает с этой вечной правдой. Глупость и ложь, ошибка и самообман, безрадственность – опыта свободы от вечного нравственного. Вот почему начало нравственности в отвержении себя, в добровольном отказе от своего самоопределения во всем. В чем оно расходится со святыней самоопределения Божьего? Только отвергнув себя, мы можем сойти с пути видения и стать на путь веры. Пока мы этого не сделали, мы руководствуемся не верою, не тем, что быть должно, что вечно, нравственно и ведет к доброму святого единства и вечного блаженства, а руководствуемся видениями приходящих призраков земного бытия, будь то наша грешная индивидуальность с глупым упорством своего личного самоопределения и соответствующими переживаниями или то, что мы видим вокруг себя, наблюдаем и изучаем в этом мире, который весь возле лежит. Вера – путеводная звезда во мраке жизни. Видение – именно та пыль мира, которая создает этот мрак. Ходить верою – значит идти от того, что есть, к тому, что быть должно, от приходящих призраков к вечно реальному. Ходить видением – значит наполнять и ум, и сердце пыли приходящих призраков, иметь глаза души, засыпанные этой пылью, неспособными благодаря тому чистым сердцем узреть Бога и видеть свет от Света Небесного. Пока мы не отвергли себя, мы себе, своей греховной индивидуальности принадлежим. В широком проявлении этой греховной индивидуальности полагаем свою свободу. Мы не созидаем благого, разумного, единства мира, а тормозим и разрушаем его. Мы глубоко безнравственны, чтобы мы при этом не делали во спасение души и чтобы с нами не делали с той же целью. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. 1 Коринфянам 11.29 Мы не достойны святыни Божьей, пока не отвергли себя, не смирили любовью свою, греховную индивидуальность, с ее самоопределением перед святыней Божьей. Отвергнув себя, мы становимся достоянием Божьим, полагаем свободу свою в полном единомыслии, единодушии с высшим разумом и высшей любовью мира, в стремлении быть святыми, как свят Господь Бог наш. По свободному изволению любви к Богу, всеми разумениям, мы становимся алчищами и жаждующими святого единства с Ним и Царством Его, сознательно и разумно. Страшимся, как высшего зла, отпасть от этого святого единства, утерять цемент любви, связующий нас с Богом Живым и всем, что Божье в творении Его. Изменить любви Божьей, стать позорной пылью мира. Это и есть добрый, разумный страх Божий, который, по свидетельству царя Соломона, есть начало премудрости, начало нравственности, скажем и мы. Отчего же среди благочестивых христиан и ученых-богословов так много ветхозаветных книжников, фарисеев и судыкеев и так мало отвернувших себя, сознательно ставших достоянием Божиим, ходящих верою, а не видением, имеющих печать дара Духа Святого на умах и сердцах, определенно и ясно знающих, что же нравственно или безнравственно с христианской точки зрения, отчего в словах, писаниях и делах так часто проявляется полное непонимание этой первой буквы христианской нравственности. Да все потому же, почему они не понимают и азбуки христианского мировоззрения, потому что они молчаливо отвергли верховный закон христианского откровения, не разумеют жизненное значение этого закона и не выполняют его, не любя Бога всем разумением, они эту западь Христа о подтверждении себя не понимают, при свете любви к Богу всем разумением. Для них она не есть требование цельно стать достоянием Божьим, чем она была бы, если бы они действительно любили Бога всем разумением, а не только рассуждали на темы о Боге, вере и любви. Не любя Бога всем разумением, они не чувствуют на степени насущной потребности любви необходимость стать целью достояния Божьим. А в угоду похотям своего бедного, любовью сердца без конца спорят о том, какого рода отречение от себя наиболее благоугодно, считая возможным угодить Богу частым отречением от себя, каким-нибудь специальным видом благочестивых упражнений, каким-либо видом душеспасительного самоистязания или уже совсем по ветхозаветному строгим выполнением какой-либо буквы дел. И вот то, что неминуемо должно приводить по христианской правде к высокой нравственности христианского единомыслия, единодушия, именем Господа нашего Иисуса Христа, умоляю вас, братья, будьте единомысленно, единодушны, думайте и говорите все одно и то же. И не только не приводит их к тому, а приводит, напротив, к настоящему столпотворению вавилонскому. Они не только все более и более являют собой соблазг полного разномыслия и разнодушия по всем, даже и самым существенным вопросам веры и жизни, но и самодовольны именно это и признают желательным и нравственным, глумясь над всяким проявлением единомыслия, единодушия, за подозревая нравственное достоинство всякого проявления этой естественной христианской правды. Если бы они, побуждаемые любою Богу всем разумением, способны были понять завет отречения от себя в смысле нравственной обязательности стать цельным достоянием Бога любви, для них, естественно, неизбежно было бы прийти к единомыслию, единодушию. Бог един, правда Божия одна. Став достоянием Бога любви, нельзя не возлюбить до искреннего братолюбия всех любящих Господа. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иван Глятияна, 13 глава, 35 стих. Искренне любя друг друга, нельзя не стремиться к, возможно, большему единомыслию, единодушию, с теми, кого любишь. Искренне стремясь к единомыслию, единодушию, при свете любви к Богу всем разумением, христианам, при споспешивающей благодати, получая от Господа благодатные силы любви и разумения, легко дойти до этого вожделенного единомыслия, единодушия. И они будут только искренни, все говоря по всем главным вопросам веры и жизни одно и то же. Пока мы еще не отвергли себя, дорожим нашим самоопределением, а не тем, чтобы быть достоянием Божьим, сердце наше нечисто, специфической грязью нашего индивидуального самоопределения. Наше нечистое сердце еще не способно узреть Бога истинного. Не желая быть образом и подобием Божьим, творяя себе кумира на небе или на земле по образу и подобию своему, самое понимание Бога и правды Его, окрашивая специфической окраской своей духовной грязи, такие души являют собой каждая призму, разнопремоломляющие лучи откровения Божьего. Каждая такая неотвергнущая себя душа дорожит своим самоопределением, индивидуальной грязью собственной души. Только отвернувши себя, ставши достоянием Божьим, мы в Боге и правде Его находим объединяющие нас сначала. До тех пор, естественно, для нас разномыслие и равнодушие, и искренне мы только тогда, когда все говорим разное. Насколько далек современный христианский мир от христианской правды в этой области, мы с коробным опытом постоянно испытываем на себе, дорогую для нас святыню братского единомыслия, единодушия нашего. Этот кровоугольный камень братства жизни нашей постоянно подвергает поруганию, заподозревая искренность нашу, бросая нам в лицо грубое оскорбление, обвинение в лицемерии. И так поступают не люди, сознательно неверующие, не люди, сознательно враждебные к делу нашему, а христиане, очень уверены в своем правоверии, считая себя вправе получать нас, правоверного понимания христианской правды и христианской нравственности, выражающие сочувствие нашему делу. Единомыслия, единодушия между нами они находят до того неестественным, что не признают безнравственным оскорбить верных делу подвижников братства, выражая сомнения в их искренности. Более того, убежденность в нравственном достоинстве, разномыслия и равнодушия доходит до того, что считая наше братство единоличным делом у основателя, в то время как кругом течение жизни увлекает человечество совсем в иную сторону, и нигде братств подобных нашим еще не возникает, как благопоможение братству и практически совет ревнующим о его созидании находят, возможно, устно и печатно советовать, возможно, менее дорожить единомыслием и единодушием между собою и по отношению к основателю братства. Громко заявляют, что поверят искренности и самостоятельности членов братства только тогда, когда мы перестанем все говорить одно и то же, то есть перестанем быть единомысленными и единодушными. Тем самым нам советуют уподобиться тем, которые никакого братства создать не способны, для которых всякое братство жизни стало бы неестественным, и верность этой форме жизни неискренность и лицемерие. Вот яркая картина, иллюстрирующая степень разномыслия, существующего по вопросам о христианской этике, благодаря молчаливому утвержению Верховного Закона Христианского Откровения о любви, ближнем при свете любви к Богу всем разумениям. Пока мы не отвергли себя, цельно став достоянием Божьим, достоянием Бога любви, невозможно ни единомыслия, ни единодушия, невозможное христианского братского единения в жизни, слабое отражение разумной святыни единства Царствия Божия, невозможно стать на почве христианской нравственности, остается препираться о мертвящей букве, о том, что чисто и что нечисто, какие дела нравственны и безнравственны, что и как надо делать по требованиям правомерной грамматики христианского милосердия. Если так трудно понять животворящий дух первой буквы слова Откровения о христианской нравственности, без признания верховного закона этого Откровения, еще труднее понять животворящий дух последующих букв Святого Слова. И действительно, современный христианский мир являет в понимании их еще более позорный соблазн беспредельной разномыслия и равнодушия, дающего право врагам Церкви говорить, что никакой определенной истины в христианском Откровении нет. Никакой определенной нравственной правды христиане не знают. И никакой определенной программы упорядоченной жизни на нравственных основах они не имеют. Как отвержение верховного закона христианского Откровения лишило вероучения его животворящего духа, сделало его неупорядоченной грудой буквы Мертвящей, омертвило, распылило, оглупило и оклеветало его. Так случилось и с христианской этикой. Те же причины ее омертвили, распылили, оглупили и оклеветали. Из живого учения о логике, живой любви ветхозаветные книжники, фарисеи и садукеи и налоги новозаветной Церкви Христовой водворили мертвящую букву цепей рабства подзаконного. Тоже ветхозаветное преобладание буквы над житворящим духом при решении вопроса о том, что нравственно и что безнравственно. Тоже ветхозаветное буквоедство точного соблюдения буквы отдельных текстов Откровения без всякого отношения к духовным особенностям тех, кому это букву отдельных нравственных сентенций, выхваченных из учения христианской этики, хотят прилагать во спасение души. Вся эта суета сует ярко выступает в бесконечных спорах о том, как идти за Христом и что значит принять на себя крест. Посмотрим, так ли это трудно понять и допускает ли это столь разнообразные толкования при свете животворящего духа Верховного Закона Христианского Откровения. Куда шел Христос? Неужели его путь так не определен, что можно добросовестно спорить и не соглашаться между собой о том, куда он шел и куда звал нас идти за собой? Неужели Спаситель мира только для красоты Слова сказал «Я есть путь и истинная жизнь?» Неужели вправду Единородный Сын Бога Живого пришел в этот грешный мир спасать человечество? По свободному изволению любви претерпел мучения, поругания и крестную смерть и при всем этом говорят так неопределенно, так неясно, куда идет и куда зовет идти нас за собою? Что мы только и можем в течение 2000 лет гадать о том, куда и как идти, препираться об этих вопросах и в конце концов отменить всю христианскую этику, признав утопичность любви, единомыслие, единодушие и братство, провозгласив теорию борьбы, мщения, злобы и горделивого самоопределения, решив, что единомыслие, единодушие по вопросу о том, куда и как идти за Христом есть бездраственное проявление неискренности и лицемерия, что разномыслие и равнодушие по этому вопросу высоконравственное проявление искренней самостоятельности, иными словами, что никакой определенной христианской этики не существует, и за Христом идти некуда и незачем. Неправда. Все это уловки злой воли. Тоже злой воли, которая молчаливо отвергла Верховный Завет Христианского Откровения. Тоже злой воли, которая себе в оправдании многоразлично клевещет на Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. То, уверяя себя, что правда Божия не соответствует природе человека, и потому виновен Бог Творец, а не мы творение Его, то заявляя, что ничего толком понять нельзя в учении и примере жизни Бога Сына, Спасителя Мира, что учение Его утопично, что только и можно бесконечно спорить о том, куда и как за ним идти, проявляя доблестную самостоятельность мыслей, ни с кем, ни в чем не соглашаясь, и силу разума своего употребляя не на уразумение правды и учения и дело спасения Христа, а на более или менее остроумную критику самого Откровения и всех тех, которые наивно воображают, что можно действительно от важного дела критика христианства перейти к утопии, осуществление его в жизни, смеет по требованию своей совести принять на себе определенный крест и куда-то идти за Христом, то произнеся холу на Духа Святого, уверяя себя и других, что выполнение христианской правды человечества непосильным, что Дух Святой не повинен перед нами, подавая нам в молитве в таинство камень вместо хлеба благодати любви, благодати разумений и благодати силы Духа, делающие нас способны выполнять наше предназначение. При доброй воле, при алконе и жажде правды Божьей, при любви к Богу всем разумением, станет насущной потребностью любви нашей понять во всей мудрости, мудрой простоте своей, животворяющий Дух Слова и дела Спасителя мира. Мы поймем, что Тот, Который от Бога пришел и говорил нам «Я Отец Одно» Иван Галлиотиана 10.30 «Я есть путь и истинная жизнь» Иван Галлиотиана 14.6 «Кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест свой и следуй за Мною» Матфея 16.24 «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его» Иван Галлиотиана 4.34 «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» Иван Галлиотиана 6.38 «Верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит и больше всех сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» Иван Галлиотиана 14.12 «Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему и к Богу Моему и Богу Вашему» Иван Галлиотиана 20.18 «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, так и они да будут в нас едино» Иван Галлиотиана 17.21 «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими» Матфея 5.9 «Звал нас совершенно определенно на дело миротворчества, чтобы вся жизнь и все учения были одним призывом примириться с Богом Святым, стать достоянием Божиим. Быть достоянием Бога любви, высшей любви и высшего разума мира тоже совсем неопределенно. Не неопределенно. Напротив, это вполне определенно значит стать разумно любящим, в жизни стать умным на добро, логичным и последовательным на пути разумной любви. И этому соответствует совершенно определенное настроение души, при котором восстанавливается в нас духовный образ и подобие Божие. Поставляется. Открывается душа наша для воздействия благодати и мы духовно рождаемся свыше. Из откровения совершенно ясно, какое соотношение между силами души соответствует Царствию Божьему внутри нас. В моей брошюре «Христианская гармония духа» тут ссылка дается внизу. Сочинение Николая Николаевича Неплюева «Христианская гармония духа» впервые было издано в Берлине 1896 года. После того, как цензурные ограничения на выпуск трудов Николая Николаевича Неплюева в России были сняты и он получил возможность печататься на родине, сочинение «Христианская гармония духа» вошло в состав издания Неплюев Николай Николаевич в собрании сочинения 5-й том с 901 по 908 год. Я предлагаю краткую формулу этого духовного настроения. Разум подчиняясь любви должен властвовать над ощущениями. И краткую форму христианской любви. Любовь в ближнем при свете любви к Богу всем разумением должна властвовать над любовью к самому себе. В этой же брошюре выясняя, как отражаются разные комбинации этих свойств души на характере и жизни людей, я даю полную схему порочности и добродетели согласно христианской от скотоподобие высшей дисгармонии царствия ощущения честилища царства разума до богоподобия высшей гармонии царства любви. Когда любовь определяет цели деятельности, разум указывает разумные пути к достижению целей, намеченных любовью, а ощущение неизменно подчиняется требованиям любви и разума. по мере того, как выдворяется внутри нас царствие божие, это святая гармония духа по образу и подобию божьему, мы становимся достоянием божьим, становимся цельно представителями разумной любви, ничего не проклинающей, все благословляющей, благословляющей, облагораживающей и освещающей не только разум, но и ощущение, не только любовь к ближним, но и любовь к самому себе. При свете любви к Богу всем разумением мы не можем не понять глубокий жизненный смысл подчинения любви к ближним, любви к Богу. Не можем не понять глубокий жизненный смысл указания Спасителя мира на то, что весь закон и пророки в двух заповедях о любви, что первая и наибольшая заповедь – любовь к Богу всем разумением, всем сердцем, всей крепостью, что любовь к ближним вторая, подобная первой и ей подчиненная, Одно из ярких проявлений отвержения Верховного Завета христианское откровение и того, до какой степени это преступление затемнило для всего христианского мира, понимание христианской правды состоит, между прочим, в том, как современные гуманисты и псевдо-христиане, проповедуя любовь и все прощения, даже предъявляя самые нелепые требования под формой христианского милосердия, неизменно игнорируют первую и наибольшую заповедь о любви к Богу всем разумениям. Именно любовь к Богу и определяет характер любви к ближним. Одна она научает нас, как разумно любить ближних наших, не балуя их и не вовредь им, а им во благо. При свете любви к Богу всем разумениям для нас совершенно, определенно, несомненно, что настоящее благо ближним наших совсем не в том, чтобы они были вкусно накормлены, роскошно одеты, возможно, более комфортабельно обставлены в этом мире, который весь возле лежит, вовсе не в гигиенической обстановке, не в умственном развитии, не в культурности, а в том, чтобы они стали достоянием Божиим, представителями разумной любви, разумными на добро сынами света. Для нас совершенно определенно и несомненно будет и жизненное значение слов спасителя мира. «Милости хочу, а не жертвы» Матфея 12.7 «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам» Матфея 6.33 «Мы поймем, что главное, даже единственное вечно благо ближних зависит исключительно от того, насколько они стали достоянием Божиим, насколько возлюбили Бога всем разумением, насколько внутри их Царствие Божие водворилось, и жизнь их разумно и честно осуществляет Божью правду. Стало тоже достоянием Божиим, отопражением святого единства, цементом любви сплоченных до единой мысли, единодушия и нелицемерного братства. В этом вопросе никакого сомнения, никаких колебаний, никакого разномыслия для всех любящих Бога всем разумением быть не может. Это простая логика любви к Богу, и любви к ближним при свете любви к Богу. Совершенно очевидно, что это и есть то Царствие Божие и правда Его, которых мы должны прежде всего искать и для себя, и для ближних наших. Что только при этом имеет цену и все прочее. Пища, одежда, гигиена, здоровье тела, умственное развитие и все, что входит в понятие культуры. Что все это прочее должно приложиться к главному, а не наоборот. Только настолько и ценно, насколько оно является приложением к этому главному, насколько это главное достигнуто. О, если бы это разумели современные христиане, как бы они стали благодатны, и как бы жизнь свою облагодетельствовали, каким бы ярким светом они озарили духовную тьму мира сего, и какой оздоравливающей солью стали бы для него. При свете любви к Богу всем разумением, для нас совершенно определенно и несомненно, что именно к этому, к обожению людей и жизни, к преображению вечных душ из позора, сынов, противления, презренных рабов своего индивидуального самоопределения, своей гордыни, своей злобой и себялюбия в свободу, славу и достояния Божия, шел Спаситель мира, Господь наш и Бог наш Иисус Христос Иисус, и назвал, отвернувшись себя, то есть, став достоянием Божьим, следовать за Ним. При свете любви к Богу всем разумением, для нас не может быть ни малейшего сомнения в том, что только это и нравственно, и делать нравственно все, что будет искренне сделано в этом направлении, что в этом же творящий дух христианской нравственности, и что нравственность с христианской точки зрения может быть только та буква дел, который является собой искреннее проявление этой разумной любви к ближним, при свете любви к Богу всем разумением. При этом нет различия между учеными и неучеными, кроме того, что кому больше дано, с того больше и взыщется. Неграмотный и простолюдин человек Божий, также способен любить Бога всем разумением своим, как и самый ученый богослов, и несравненно более понимает правду Божию, чем многие ученые-книжники, не любящие Бога всем разумением своим, в чем жизнь не раздавала мне неоспоримые доказательства. При свете любви к Богу всем разумением, для нас совершенно определенно и несомненно, что нравственные обязанности наши по отношению к Богу именно в том и состоят, чтобы становиться достоянием Его, и жизнь нашу разумно делать достоянием Его, чтобы осветилось имя Его в умах наших, чтобы утворялось Царство Его в сердцах наших и творилось воле Его во всем укладе жизни нашей, как творится она в великом братстве ангелов и святых Царствия Божия на небе. Совершенно определено и несомненно для нас и то, что нравственные обязанности наши по отношению к ближним, идя во след Христу, делают по отношению к Ним Его великое и святое дело миротворчества, на которое нам и обретовано, что мы с сынами Божьими наречемся, воздвигая крест Господень в умах и сердцах и жизни их, призывая и их вместе с нами стать достоянием Божиим, Божьим достоянием сделать и умы, и сердца, и жизнь свою. Для нас совершенно определенно и несомненно, что все, что не делается в этом духе, хотя бы по букве и было признаваемо нравственными людьми, чуждыми христианского самосознания, глубоком бездраственно перед судом Божиим. А следовательно, и с точки зрения христианской этики, безразлично, делается ли это из корыстных целей, угождение Богу, для получения билета на вход в Царствие Божие, и желание подкупить общественное мнение или побуждение себе любия для успокоения совести, или ради удовольствия прикрыть общественную рану, вид которой больно ударяет по нервам нашим. Совершенно определенно и несомненно будет для нас и то, что крест, которым мы должны принять на себя и понести во след Христу, есть подвиг дела любви, как и нерукотворенный крест дела земной жизни спасителя мира был величайшим подвигом любви Божией, подвигом, который Он и нам заповедал, говоря, «Долюбите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Евангелие от Яна 13.34 При свете любви к Богу всем разумением тут ни малейшего сомнения и разногласия быть не может. Совершенно определенно и несомненно, что нравственный долг наш – принять на себя крест именно того дела любви к Богу, именно тот крест подвига братолюбия, который в данное время, при данных обстоятельствах, мы можем понести с наибольшей пользой для дела миротворчества между Богом святым и грешным человечеством, для обожения умов, сердец и жизни, для того, чтобы умы, сердца и жизнь стали достоянием Божьим. Только это и есть разумное и нравственное дело христианского милосердия при свете любви к Богу всем разумениям. Только это и может привести христианский мир к разумной вере, действующей любовью, организуя жизнь христианских народов на основе христианского милосердия и братства, так как совершенно определенный и несомненный нравственный долг наш по отношению к ближним нашим и состоит в том, чтобы, идя во след Христу и неся по требованиям совести нашей, избранный нами и по свободному изволению веры и любви, возложенный нами на себя крест обособляется от всех тех, которые за Христом идти не хотят, и избранный нами крест возложить на себя не желают. В то же время объединяться и крепким цементом любви сплачиваться в братское единство с теми, которые откликаются на наш призыв, и хотят дружно, единомысленно, единодушно в братском единении с нами идти во след Христу и нести именно тот крест, который мы несем. Все это простая логика любви к ближнему, при свете любви к Богу всем разумениям. Насущная потребность — это любви. Если это не составляет потребности веры и любви для нас, мы не любим Бога всем разумением, и ближних не умеем любить разумно. Разумное дело разумного подвига христианского милосердия мы подменяем бессистемной благотворительностью и всей этой благотворительной деятельности никакого разумного упорядоченной жизни, ничего кроме духовного вреда для ближних наших, ничего кроме суеты-сует, даже и при громадных затратах материальных средств и энергии не выходит и выйти не может, пока мы не отвергнемся о себе, не возьмем креста своего, не обособимся от тех, которые этого делать не хотят, не объединимся с теми, которые в этом деле с нами единомысленны, единодушны, и дружно и понесем этот крест во след Христу. Крест этот, по требованию христианской этики, должен быть непременно делом свободного изволения веры и любви, делом личной совести каждого. Никто не имеет права требовать от нас, чтобы мы приняли на себя не тот крест, который требует от нас совесть наша, и несли его не так, как она от нас требует. Для чего моей свободе быть судимы чужой совестью? 1 Коринфянам 10 глава 29 стих. «Всякие поступают по удостоверению своего ума». 1 Коринфянам 14.5 «Лжебратьям, которые приходили подсмотреть за христианской свободой нашей, мы не покорились, чтобы сохранить чистоту благовествования». Галатам 2 глава 4 по 5 стих. «Ярким проявлением того, как мало любят Бога всем разумением и к каким страшным последствиям приводят молчаливые отвержения христианским миром верховного закона христианского откровения, служит то, как понимается эта основная истина христианской этики, этот краеугольный камень разумной жизни на основе честного выполнения нравственного долга, всего здания разумной христианской нравственности. С какой самоуверенностью предпочитают бестолковую благотворительную суету делу разумного христианского благотворения даже и теперь, когда безобразный хаос жизни громко свидетельствует о глубокой безнравственности громадного большинства представителей христианского мира, доходящего в нравственном одичании своем до предпочтения безнравственных теорий низше маркса и социалистов-террористов христианской этики, которые, отказавшись от верховного закона христианского откровения, псевдохристиане омертвили, принизили и оглупили. Одни до благотворительного спорта, другие до наивного вычерпывания ковшиком бессистемной благотворительности, бездонного моря, скорбей и страданий жизни по обычаям мира сего. Третье. Путем нелепых призывов, противоречащих с самым законным требованием здравого смысла, применять отдельные нравственные сентенции, выхваченные из христианской этики, к людям ничего общего с христианством не имеющим, никаких христианских обязанностей за собой не признающих, и христианские законы, к рутине антихристианской жизни, ничего не делая, чтобы люди и жизнь стали достоянием Божия. Это же ярко обнаруживается и на отношениях к нам, и делу нашему, с тех пор, как мы потребляем веры, любви, разума и совести нашей, приняли на себя согласно завету Спасителя мира, крест братства, трудового и понесли его след Христу. Это дело простого выполнения нами христианского нравственного долга нашего в очень немногих вызывало сознательное сочувствие. В большинстве оно вызывало удивление, как нечто невиданное и ненормальное, легкомысленные насмешки над нелепой утопией, недоброжелательное недоверие к ненужному новшеству, недоброжелательное самоподозревание в эритичестве и нецерковности. Люди, принадлежащие к культурным слоям нашего христианского общества, ратуя за свободу, уважение к человеческой личности и широкое проявление христианского милосердия, доходили своей инстинктивной враждебности к нам и в нашем лице именно к делу разумного христианского милосердия в форме сознательного несения креста во след Христу, до непризнания за нами правды свободы в деле избрания и несения этого креста во след Христу, до печатной грубой брани и грубого издевательства над всеми проявлением любви к Богу и братолюбия, над слезами прощающихся со школой воспитанников и воспитанниц, над братскими поцелуями, над всяким проявлением братолюбия, единодушия между нами. Судя нас по настроению большинства окружающих нас общества и очевидно не веря в возможность духовного преображения на пути следования за Христом, все это признавали лицемерием, за все это находили справедливо пригвоздить нас к позорному столбу, признавая все то, что мы делали именно по требованию нравственного долга, живой любви к ближней при свете любви к Богу всем разумением, за ложь, лицемерие, эгоистичное обособление и дело никому не полезное, лишенное всяких признаков христианского милосердия. В моих сочинениях я ясно говорил, что для тех, которые не берут на себя креста в жизни по вере, действующей любовью, несомненно, более нравственно накормить хотя бы одного голодного, одеть хотя бы одного нагого, нежели совсем ничего не сделать для ближних своих. Бесконечно более нравственно возлюбить ближнего своего до разумения его духовных нужд, озаботиться удовлетворением его материальных нужд в связи с удовлетворением его умственных и духовных потребностей. Всего более нравственно, а с христианской точки зрения даже исключительно только и нравственно возлюбить ближних при свете любви к Богу всем разумениям, до ревности о том, чтобы они стали достоянием Божиим и вместе с нами приступили к разумному несению креста во след Христу, обособляясь от зла и сплачиваясь цементом любви в честное братское единство. Предпочтение этому высшему делу исполнения христианского нравственного долга и христианского милосердия меньше дел, соответствующих рутинному пониманию бессистемной благотворительности перед судом христианского самосознания несомненно безнравственного. Спорить против этого, не отрекаясь от Верховной Западе христианского откровения, всего христианского мировоззрения и самого жертвовающего духа христианской нравственности невозможно. Со мной не только спорыли, но самоуверенно получали меня противному устно и печатно говорили, «Какое же это милосердие воспитывать детей народа, любя их как своих детей, призывая их обособиться в трудовое братство, представляющее из себя одну семью. Это свои и любить их значит любить только любящих вас». Вот если бы вы вместо этого не обособлялись всем безразличия проповедовали и благотворили, мы бы признали, что вы действительно христиане и действуете в духе христианского милосердия. Нам говорят, следовательно, поступайте, как поступали христиане 2000 лет, доведя христианский мир до позорного хаоса современной жизнедеятельности. Не осуществляйте христианской правды, а проповедуйте ее, как ее 2000 лет проповедовали. Не осуществляйте правды братства в жизни, а заботитесь исключительно о материальных нуждах ваших ближних. Если вы будете устраивать ночные приюты, дешевые и даровые столовые, дешевые квартиры и тому подобное, оставаясь совершенно чуждым для всех благотворимых вами людей, немало не интересуясь тем, как они думают, чувствуют и живут, мы признаем это дело настоящим христианским милосердием. А если сделаете все это для людей, которых вы полюбили и воспитали, как собственных детей, для которых сверх всего это вы стали братом, слив вашу жизнь с их жизнью, живя с ними как один ум и одно сердце, сделав умы из сердца и жизнь ваше достояние Божьем, мы вас совсем не признаем христианами. Для нас вы только глупые и смешные утописты. В жизни и поступках ваших мы не видим даже и тени христианского милосердия. А то говорят еще проще. А, вы хотите быть нерутинными христианами? Докажите нам это, живя не по вашей совести, а по нашей. Дело не то, что вы находите нужным, а то, что мы и общественное мнение вам прикажет. Хотя сами мы никакого братства не созидаем и созидать не будем. Хотя мы в самых основах истинных веры сомневаемся и никакой определенной христианской нравственности не признаем. Вот если вы так будете поступать, мы признаем искренность вашей веры, похвальную самостоятельность ваших действий и доброкачественность вашего христианского милосердия. Если вы не так думаете, как мы, и не так поступаете, как мы того желаем, вы утописты и лицемеры. Впрочем, мы вашему братству всякого добра желаем, и все это говорим вам из самого искреннего доброзудательства. Это не преувеличение, это совершенно точная формировка советов и пожеланий, коими современные христиане приветствовали возникновением христианской трудовой общины среди хаоса антихристианской рутины жизни. Это с тем вместе и точно определение меры их христианского самосознания, их понимание христианской этики и жизни по вере мира ими самими данные за их собственной подписью. Но и это не все. О вкусах не спорят. Если бы они говорили просто «Вы и дело ваше нам не симпатично», мы бы поняли, что это значит, и шли бы своей дорогой, даже не возражая им. Они говорят нам, как уполномоченные представители христианства и церкви. Они ссылаются на авторитет самого Спасителя мира, толкуя против нас многие отдельные тексты евангельские. При свете любви к Богу всем разумением все эти тексты для нас только подтверждают наше понимание христианской этики и нравственный долг в степени насущной потребности христианского милосердия. Разумно любить и разумно благотворить как друзьям, так и врагам, понимая, что нужно для тех и других, чтобы им во благо помогать возлюбить Бога всем разумением и стать достоянием Божиим. Мы понимаем, что Бог не есть Бог не устройства, Бог хаоса, а напротив Бог из хаоса разумно мир строящий и созидающий. Любя ближних при свете любви Богу всем разумением, мы не сомневаемся в том, что любить мы друзей и врагов должны с разумением, разно проявляя любовь нашим, не по прихотям нашим, а по тому, какое проявление любви для кого полезно, с одними сплачиваясь как один ум и одно сердце в братское единство, перед другими не только словом, но и делом исповедуя жизненную правду веры, в которой они сомневаются, молясь о врагах наших, прощая им обиды, как только они захотят примирения с нами, не требуют нас за то измены Богу, правде Его и добру, готовы признать их братьями своими, как только они сами того пожелают, опять-таки не требуют нас изменить ум умом и сердцем Богу и правде Его, как мы ее понимаем, готовы до того принять в наши школы детей их, воспитать их достояние Божиим и нам, братьями, на всю жизнь. Из этих же текстов доброжелательные противники наши и дело наше выводят прямо противоположное, хотят нас уверить, что Спаситель мира не желал, чтобы мы любили разумно, различая, какое проявление любви полезно, одним проявляя нежное братолюбие, других обличая и примером жизни и обособлением от них. По ним выходит, что Бог живой через ветхозаветных избранников своих говорил одно, через Спасителя мира другое, через первых требовал обособления от зла, через Христа будто бы завещал уживчивость со злом. По ним выходит, что Бог живой делает одно, а творение своего требует совсем другого. Сам обособляется от зла, изгоняет грешников из рая, проклинает не только согревшивших прародителей, но и землю в делах человеческих, совсем по отношению к ним не занимаясь бессистемной благотворительностью и обещает раскачивающимся блудным сынам, любящим его, вечное блаженство, полное обособление от зла и злых за стенами Иерусалима Небесного, а от нас будто бы требует духовной проституции, безразличного отношения к добрым и злым и бессистемной благотворительности однородного доброделания добрым и злым. Не рассуждая о том, что для кого будет живительными лучами солнца, озаряющего умы светом разумения правды Божьей и согревающего сердце любовью, водворяя Царствие Божие внутри их, делая их достоянием Божиим. Они требуют, чтобы мы это признали высшим пониманием христианской правды и более нашего разумным пониманием христианской этики. Для нас очевидно, что правда на нашей стороне, потому что наше понимание более соответствует и любви, и мудрости, и неизменности правды Божьей. Вот почему мы остаемся при своем понимании христианской этики и будем идти своей дорогой, взирая на все эти возражения, как на яркие доказательства затмения христианской правды в умах и сердцах громадного большинства современного христианского мира, благодаря отвержению верховного закона христианского откровения. В самой степени враждебности к нашему делу мы подчеркнем только доказательства того, до какой степени из любви к врагам нашим и делу наше мы обязаны делом проповедовать жизненную правду ими отрицаемую. Слава тебе Боже наш, слава тебе. Аллилуйя.